В финальном этапе межмуниципальной экологической креатив лаборатории «Мир в твоих руках» приняли участие шесть команд. Это школьники и педагоги из Десногорска и Рославля. Этот проект коллектива Дома детского творчества победил в Росатомовском конкурсе социально значимых проектов. На его реализацию был выделен денежный грант в размере более 200 тысяч рублей. Мы разрабатывали это мероприятие совместно с Управлением информации, Смоленской атомной электростанции. И они, как могли, оказали нам помощь. И в результате наше мероприятие выиграло. И сейчас мы его проводим. Состязались ребята в несколько этапов. Первый был творческий. Командам необходимо было выполнить композицию на экологическую тематику из предоставленных бросовых материалов. Прежде чем приступить к работе, для ребят педагогами Дома творчества были организованы и проведены мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Было предложено два варианта. Это фитодизайн, аппликация из засушенных цветовых листьев. Но они выбрали композицию объемную. И вот сейчас мы изготавливаем вот такие сувениры из природного экологически чистого материала. При выполнении работы на тему природной фантазии, каждая команда старалась. Использовала полученные на занятиях идеи и навыки. Наш проект заключается в том, что мы показываем все экосистемы планеты. Надводная, вот тут будет подводная, потом воздушная и земная. Как видите, мы уже изобразили лягушку, ежа с деревьями, грибами, цветы. И пока что наш проект еще находится в стадии разработки. А что используете? Используем природные материалы, бумагу, картон и всякие подручные материалы, средства. Работы у ребят получились интересными и очень креативными, так как команды были сформированы из ребят эрудированных и творческих. Собиралась у нас команда из класса повышенного уровня, седьмой класс. Ребята очень любознательные, очень творческие. Они принимают у нас участие во многих школьных конкурсах, также участвуют в городских и муниципальных мероприятиях. Дети из одного класса, из седьмого класса. Мы выбирали именно возрастную категорию, потому что, как говорится, в рамках были таких жестких. Ну и плюс, конечно, лучше работает команда, когда они знакомы друг к другу, когда они уже не первый год. Поэтому, видите, работают очень активно и очень дружно. Также в этот день школьники соревновались в знаниях о природе, экологии, атомной энергетике и работе Смоленской атомной электростанции. Последним этапом экологической лаборатории стал показ театральных мини-постановок на тему «Сохраним природу». Надо отметить, что каждая команда справилась с домашним заданием на отлично. Есть тяжелые металлы и другие минералы. Ну а в этой что водится? Есть со мной? Не сравнится. По итогам конкурсных испытаний первое место заняли десногорские ребята – воспитанники Дома творчества. Второе место – команда школы номер 5 из города Рослых. И третье место у команды из Рослойской школы номер 10. Все победители и участники получили грамоты и призы от госкорпорации «Росатом».